всем привет спасибо вам за то что смотрите эти ролики за то что пишите комментарии под ними я тоже эти комментарии иногда комментирую иногда не комментирую но в любом случае мне это интересно вам надеюсь тоже мы обсуждаем какие-то пластинки какую-то музыку высказываем свое собственное мнение а это всегда интересно чужое мнение вообще очень интересно гораздо интереснее чем собственное иногда бывает так затягивает вот это вот обсуждение чужого мнения чтобы прямо не оторваться такие там вырастают просто тонны комментариев такие столбцы ну интересно в общем хорошо да и что мне хочется сейчас вспомнить как всегда хочется вспомнить молодость вспомнить юность вспомнить глухие 70-е прошлого века а что мы слушали в глухие 70-е прошлого века во первых мы были еще и юными созданиями и слушали музыку ту которая проникала к нам через железный занавес вот многие тут пишут граждане что когда вообще проникала все и вообще был рай земной ну вполне возможно может быть не знаю но проникала далеко не все в этот рай земной вот группа man friend man's band проникала в рай земной и молодые меломаны наслаждались песнями spirits in the night с альбома соловьей бомбардировщики blinded by the light с пластинки roar in silence и считали что manfred man's self-band это великий просто коллектив который сочиняет изумительные песни неповторимые ни на кого не похожие и прямо вот вершина мастерства композиторского и исполнительского но поскольку 99 процентов слушатели слушали эту музыку на магнитофонах и она была записана катушки с магнитной лентой то кредитов там не было авторство было не указано на коробках с магнитной лентой понятное дело а те у кого были пластинки редкие счастливчики посещающие толчок или черный рынок как у нас в ленинграде назывался он черный рынок я имею ввиду толчок те чаще всего не обратили внимание на авторство песен потому что какая разница божественная музыка играет manfred man's self-band этого достаточно но прошли годы и в советском союзе как-то появилась пластинка бруса спрингсона born in usa то ли она продавалась в магазинах я уже не помню по-моему даже она была в продаже какое-то время определенное пошли вот эти какие-то бартерные обмены что-то менялись на пластинке какие-то какие-то странные пла пластинки появлялись в продаже в магазинах я помню чтобы до блю спрингстон был я видел даже пластинки группа экстиси моей любимой продажи скай ларкинг как сейчас помню пластинки сквиз я видел в магазине не помню какой именно сквиз и вообще хотел сказать много чего еще на самом деле очень мало чего еще какие-то редкие выбросы такие были потом мне рассказали откуда эти пластинки появлялись эта тема для отдельного ролика вообще это такой зачаточный зачаточный советский бизнес на самом деле на государственном уровне ничего подобного не происходило такие вот первые предприниматели они умудрялись производить бартерные обмены и забирали за за бартер все что все что могли руки загрести непонятно откуда даже не с распродажа сброшенных контейнеров там оставленных на берегу в общем это смешная история это это сейчас неважно но burn in the usa стал звучать повсюду хриплый голос брюса спрингстона электрическая гитара барабаны все круто да здорово громко рок настоящий mtv уже стала появляться по моему где-то в те годы да и брюс спрингстон там в полный рост уже с песни burn in the usa загремел некоторые группы стали даже писать песни похожие на брюса спрингстона там рожденные в ссср да похоже немножко хотя песня burn in the usa она является одной из самых яростных антивоенных песен и скажу даже больше антиамериканских ну почитайте перевод в интернете вы все поймете да песня про малолетнего преступника который сел за грабеж за разбой в тюрьму и из тюрьмы ему предложили значит либо тянуть срок мотать дальше либо идти воевать во вьетнам он пошел во вьетнам и убил там крестьян вьетнамских потом вернулся раненый в америку и помер в нищете рожденные в ссср и мажорные аккорды то есть такое даже не издевательство ну довольно печальная трагическая трагичная песня но у нас как-то она другой принял другой флер как-то на ней появился но дело не в этом а дело в том что spirits in the night и blinded by the light замечательные песни они входят в первый альбом брюса спрингстона который я очень люблю он вышел в 1973 году называется grittings from ashbury парк нью-джерси или эсбери парк нью-джерси это такой город довольно большой городок говорят довольно приличный город в нью-джерси когда-то был курортом очень востребованным потом произошли разные события там ураганы разрушение прочее разное народное волнение был период запустения этого города а сейчас он вроде бы как возродился опять я там никогда не был не знаю хотя в нью-джерси бывал но до эсбери парк не доехал нью-джерси штат достаточно большой так вот спрингстон как я уже писал где-то в какой-то статье один из немногих рок-музыкантов который на самом деле работал на заправочной станции хотя автомобиля у него не было он рос в довольно бедной семье в школе был абсолютно незаметен и мучился там потому что амбиции то у него были как у всякого подростка да а реализовать он их не мог и в школе как он говорил я не был даже школьным клоуном я был ничто меня никто не замечал и как будто меня не было вообще это для подростка это в общем невыносимо и если бы не гитара говорил спрингстон то я не знаю вообще как бы я жил и чтобы со мной было и парень начал писать песни собрал группу стал играть по клубам в нью-джерси потом перебрался в клубы манхэттена и в манхэттене стал играть писать играть писать играть все у него вся его жизнь была в песнях другого ничего не было вот и кличка босс кстати говоря к нему прилипла именно тогда он не любит эту кличку босс мы стали называть именно по игре в клубах когда платили несколько долларов до спрингстон как лидер собирал эти деньги и делил между участниками группы поэтому он был босс ему не нравится этот это это имя это это кличка но тем не менее его услышали в одном из клубов импресарио джон хаммонд услышал его решил что это круче чем бог дилан и всячески всяческими усилиями протолкнул его компанию cbs с тем чтобы он выпустил свой первый альбом и он выпустил таки этот первый альбом хотя руководство компании в лице клайва дэвиса сомневалась очень в успехе этого парня но тем не менее альбом вышел продавался не очень хорошо сначала потом конечно его стали разметать но сначала он был средней такой средней увесистости увесистости по продажам хотя концерты проходили на ура чем дальше тем больше народ стекался аудитория росла и все было здорово и вот этот альбом он как бы я его очень люблю потому что песни здесь настолько хороши здесь хороши все они все хороши здесь ни одной слабой песни просто нет и исполнены они легко честно такое ощущение что живяк стопроцентной в студии собрались переглянулись все от репетировано уже на концертах и погнали сразу в живую в микрофон туда-сюда но голос понятно отдельно там наверное прописывался так понимаю но тем не менее очень живой звук все дышит все все опять-таки живет повторюсь не никакого никакого напряга такого вот как бы отлакировать как понравится как бы вот сделать так чтобы было красивенько вот чтобы угодить средним американцам да кстати говоря некоторые наши музыковеды отечественные называли бруса спрингстона бобом диланом для реднеков то есть для красношеях то есть для рабочего класса для крестьян и рабочих да ну вот эти господа графья из мухосранска они лучше бы в зеркало на себя посмотрели кто они такие сами есть такая белая кость голубая кровь и рыбий глаз извините за выражение ну пусть их пусть для реднеков я такой же как и и все в общем не стесняюсь ничего blinded by the light та самая песня которая манфреда мэном исполнена пафосно с грандиозными хорами и привели превращена в какую-то ораторию дни в невероятную на самом деле отличная песня с саксофоном с акустической гитарой чесовой яростный невероятно дикой быстрый и она тащит просто тащит за собой ритм свинг приджазованная очень пластинка вся хотя вроде бы вроде бы как бы такой фолк-рок но фолк-рок тяжелый достаточно и приджазованный рассвингованный в особенности та самая песня spirit in the night вот этот самый риф который манфредом мэном играется тяжел здесь он играется на саксофоне и с диким свингом и вот песня катится вперед и крадется и рассказывает о безумной вечеринке с портвейном с бухлом с бабами у мутного озера на грязной поляне полный бардак страшный spirit in the night и вот эти вот духи нью-джерси духи американской глубинки о которых брюс спрингсин пел всегда пел как принято говорить об изнанке жизни это никакая не изнанка жизни то есть настоящая жизнь а изнанка глянцевая вывернутая наоборот это вот та самая гламурная прилизанная красивая для графеев из мухосранска вот это вот приличненькая жизнь а настоящая жизнь она вот она у брюса спрингсина она у высоцкого кстати говоря умные люди не сравнивают брюса спрингсин не называют брюса спрингсина дилан для реднеков а сравнивать его с высоцким который никаким диланом для реднеков не был он пел а простых людях о настоящей реальной жизни а 99 процентах населения земного шара которые живут этой самой настоящей жизнью и спрингстин пел и поет то же самое о том же самом и поэтому народные массы конечно же его любят но помимо того что вы любят народные массы его любят и музыканты потому что музыка у него очень хорошая она простая несколько натуральных аккордов power church корс точнее power корс да но она очень музыкально она очень мелодично у него отличные мелодии он прекрасно поет на самом деле очень все здорово и чем дальше тем больше у него стало внимание уделяться серьезным аранжировкам уже таким настоящим но до серьезных аранжировок ладно мы дойдем а здесь аранжировки хорошие профессиональные грамотные но не могу сказать что серьезные это живяк это живое исполнение все придумано все прописано все сделано здорово но все это да я болею извините так оделся даже тепло все это просто вот ребята вышли из клуба где вечером отыграли а утром пошли в студию записали то же самое что играли вечером и поэтому слушать одно удовольствие играют все здорово играют все здорово никакой лажи ничего нет и песни как на подбор я говорю ну лосан де флот последняя песня на первой стороне который начинается с фортепиано печально и заканчивается грандиозным вступлением всего бэнда как всегда о том же самом ты можешь быть таким ты можешь быть сиким ты можешь быть бандитом может быть королем все равно все окончится так как кончится поток тебя подхватит и унесет но тем не менее да что ж такое брестлингсин парень не могу сказать что уж шибко оптимистичный но жизнеутверждающий и вот эта позиция его мне очень близко очень хочется мне рассказать еще о двух его пластинка хотя первое то я рассказал всего ничего но вот две вот этих они мои самые любимые как у всех burn to run это третий альбом спрингстона и следующий за ним который вышел через три года после burn to run darkness and the age of town довольно трагичная музыка спрингстона были большие неприятности связанные с компаниями и судами с разными прочими серьезными вещами и так он и спел на этом альбоме наверное лучше чем на всех остальных своих записях ну я пойду полечусь смысле выпью и буду готовиться дальше разговаривать пока